Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поговорить на тему индивидуальных сеансов и магических кругов. Очень много запросов, приходит запросов таких. Расскажите, как нашу проблему решить очень-очень быстро. Я попробую рассказать суть того, что мы делаем на индивидуальных сеансах и на магических кругах, чтобы было понятно, что очень-очень быстро это очень-очень придумано. И каждый раз, каждая проблема, она настолько уникальна, она настолько неповторима в человеке, что никогда не знаешь, как ее будешь решать и какие потребуются для этого варианты работы. Ну вот смотрите, когда мы отвечаем на вопросы, что мы делаем? Сначала я в индивидуальном сеансе загружаю Андрея до стадии 3.3, или Ольгу, или Юлю, или вот в дальнейшем пойдут еще инфодайверы, у которых сейчас уже получается. После этого я ввожу их в парасомномбулическую роль. И в этой роли я привожу их в определенную реальность, где у них есть свободный доступ к информации. И они эту информацию берут через призму своего восприятия. Смотрите, вот здесь рапорт обязателен. Что это значит? Это значит, что обязательно во время сеанса работают два человека. Тот, кто ведет, и тот, кто грузится. Потому что самому вот сесть и взять информацию, это сложно. Я не буду говорить, что это невозможно, потому что есть определенные примочки, прибамбахи, те приспособления, которые я в жизни использую, когда мне надо быстро снять информацию в жизни. Я использую некоторые вещи. Но отвечать на вопросы в интернете, типа, найдите быстренько, где лежит мой кошелек, или ушел-пропал, быстренько скажите, живой-мертвый, и так далее. Живой-мертвый, в принципе, можно сразу отвечать. А вот как умер, например, уже надо время. И так далее. Можете эти вопросы не присылать, потому что в таком варианте, что быстренько нам что-то сделайте, ни я, ни кто другой работать не будет в интернете. То есть то, что вы там пишете, оно будет оставаться без ответов. Потому что это обесценивание работы. Это на самом деле достаточно серьезная работа психическая, когда человека угружаешь, проводишь, и дальше работаешь. Как правило, мы собираем несколько запросов одновременно, чтобы 10 раз человека туда-сюда не водить. Готовим видеоотчет, где отвечаем на все вопросы. Более того, человек, который нам заказывает индивидуальный сеанс, я одеваю этого человека на себя для того, чтобы полностью расшарить информацию с точки зрения его высшего «я», и с точки зрения его души, что для них важно, какие ответы он еще не задал своим умом, своим эго и так далее. То есть я расшарю ту информацию, которую его внутренние составляющие психики его хотели бы, или душа, например, хотела бы донести до его сознания, которое на сегодняшний день блокировано программой ума. И таким образом человек получает эту информацию. Она не всегда соответствует тем вопросам, что нам прислали. Эти вопросы, как правило, расшариваются в более широкий вариант. И потом, более того, человек потом смотрит, у него тоже возникают какие-то вопросы, какие-то мы потом переписываемся, даем ответы глубже или более подробно, если человек чего-то не понял, потому что что-то в памяти сохраняется. При глубокой вот такой вот загрузке, как правило, инфодайвер даже не помнит, что он говорил. Понимаете, насколько глубоко ведется работа. Поэтому, когда обесценивается наша работа и сравнивается с разводником каким-то, для меня это сразу сигнал, что все, с этим человеком можно дальше прекратить общение. Кроме того, общение на этапе заказа сеанса мы прекращаем еще по одной причине. Сейчас объясню, по какой. На сегодняшний день, за последнюю неделю, у меня было два таких случая, когда человек обращается, он хочет заказать сеанс, но в то же самое время мы перед тем, как брать человека деньги, мы всегда смотрим, будут ли варианты вперед, с ним работы, каковы будут результаты. И если человек по своей сути, в нем есть определенное программное обеспечение, если в его программном обеспечении, я называю людей с таким вот программным обеспечением, называю ботами, да, то есть, если у человека просто программное обеспечение установлено, которое не способно воспринимать информацию по каналам восприятия, человек не слышит, не понимает, не чувствует, не видит. Вот ему говоришь, а у него пробки в ушах, да, или я говорю, уши на левой ягодице. Вот до него донести информацию невозможно. Почему? Потому что внутри, это не значит, что человек плохой, человек может быть очень хороший, но дело в том, что у него внутри стоит программное обеспечение. Оно говорит, что он будет понимать только через боль. То есть, боль у нас как механизм встроен в психике для того, чтобы человек через боль мог вернуться к себе, в свой внутренний мир, прожить определенный опыт, сделать из него выводы и зафиксировать его через какие-то установки. Вот эти установки, это и есть его новое программное обеспечение, которое будет в дальнейшем использоваться в дальнейших его инкарнациях и в этой жизни тоже. И, возможно, со временем накопленные установки позволят ему уже сформировать программы, чтобы он мог слышать, чтобы он мог понимать, чтобы он мог воспринимать из внешнего мира обратную связь через уши. Но если у человека этих программ нет, а когда мы начинаем просматривать вперед, мы смотрим, есть ли они у него. И если этих программ нет, то мы с этими людьми не работаем. Поэтому обиды типа «вы злые» или «вы жадные», или «я все понимаю, но я все равно буду вас долбать, пока вы не согласитесь мне помочь», эти варианты с нами не проходят. Мы не будем разводить человека, когда мы видим заранее, что мы ему не поможем. Не поможем, потому что в нем обязателен болевой механизм, обязательно эти страдания, потому что у него отсутствуют драйвера, просто драйвера на то, чтобы тебя услышать. Сколько бы ему консультаций, вы знаете таких людей в жизни, они там оббегают 50 экстрасенсов, 50 бабок, все им что-то скажут, но они ничего не сделают, чтобы изменить свою жизнь. Вот это тот случай, когда у человека просто нет программного обеспечения на восприятие, на обратную связь, на восприятие информации. И работать с ними в таком случае бесполезно, бессмысленно. Какой смысл тратить на них время, если есть люди, которые действительно могут услышать, могут что-то изменить. Поэтому все, что касается индивидуальных консультаций, оно строится вот на этих принципах. На индивидуальных консультациях мы отвечаем на все вопросы, которые вы присылаете, достаточно глубоко, качественно и так далее. И на индивидуальных консультациях начинается первичная беседа с высшим «я» человека и с душой человека. В чем разница между высшим «я» и душой? Я уже в каком-то из роликов там специально выкладывала, объясняла там ребятам. Вот грубо говоря, есть компьютер, за клавой компьютера сидит душа, мыходилка-стрелялка в этой симуляции под названием «жизнь». Я называю это симуляцией, да, то есть это наш матричный уровень, наша симуляция, наша игра, здесь мы. И представитель души, представитель тонкоматериальный представитель – это высшее «я», информационная структура, которая здесь есть, но которая принадлежит нашей симуляции. То есть она здесь, а душа там, за пределами ее. У души и у высшего «я» бывают свои противоречия. Кроме того, у нас еще есть эго, это личностные характеристики. У нас есть программа ума, она очень интересна. Вот когда человек говорит, ему говорит, что ты чувствуешь? Он говорит, я думаю, что я чувствую. Так вот, между думаю и чувствую есть большая разница. Чувство – это то, что позволяет нам слышать душу, чувствовать душу, да. То есть мы держим связь с душой через чувства, через ощущения. Все, что касается «я думаю», – это программа ума. Она вовлекает нас в игру и уводит нас от души. И в таком случае связь с душой нарушается. И когда у человека, например, между высшим «я» и между душой есть конфликт, то в этих конфликтах ничего хорошего не рождаются. Рождаются тяжелые заболевания. Как правило, тяжелые и психические, и физические. Любые. Очень жесткие случаи, не буду сейчас приводить, когда вот этот вот конфликт действительно приводит к страшным вещам. И в любом случае мы у человека, когда мы с ним работаем, мы убираем этот конфликт и здесь, и на этой стадии, и с человеком. И мы убираем энергетические блоки, чтобы человек мог слышать свою душу. И цель круга всегда состоит в том, чтобы закрутить энергию так, чтобы вот эти связи восстановились, чтобы человек начал слышать свою душу. И поэтому первый круг, как правило, достаточно болезненный, потому что мы закручиваем энергию таким образом, чтобы все, что касается травматизма, установок, программ, любых блокировок, которые есть, просто выдавило, выкинуло из человека. Причем это идет вместе со сознанием, с очень большим высвобождением энергетического ресурса. Вы видели, как люди себя ведут потом после сеансов. Кто кричит, кто потом бегает, его становить невозможно. То он картины пишет, то он на баяне играет, то еще что-то устраивает. Неважно, у человека прорыв, человека прет. И куда он вложит эту энергию? Это его. Кто-то вложит в секс, кто-то вложит в реализацию, кто-то в бизнес, кто-то еще куда-то. Прекрасно, господа, это ваша жизнь, это ваши ресурсы, распоряжайтесь им на здоровье. И вот когда восстанавливается вот эта вот связь, человек дальше восстанавливается на пути предназначения. И при обеспечении энергии, я называю это, у человека начинается пруха. Вот это слово, да, оно как нельзя лучше отражает содержание. То есть человек потом, реально у него начинаются случайные совпадения, случайные люди, начинается везение. Душа всячески помогает человеку прийти к себе настоящему. И дальше, следующий шаг, это уже чистить шелуху социальную, чтобы его душа не была залеплена этими социальными установками, этими представлениями о себе, непринятиями себя, непринятиями каких-то жизненных моментов и так далее. Это дополнительные проработки, которые потом пойдут. Более того, там по генетике начнут блокирующие программы всплывать, их тоже надо будет убирать. Но в любом случае это все можно отрабатывать. Что-то можно отрабатывать самому. Есть много хороших техник на работу самому с собой. Глобально вычистить за круг можно много. Но, как правило, одного круга на всю жизнь не хватает. Я с удовольствием сама прохожу круги с людьми, потому что на каждом круге я все равно вижу свое зеркальное отражение. И все равно есть вещи, которые цепляют и меня. Я точно так же плачу и точно так же проживаю те моменты, дочищаю в себе, которые дочищаю вместе с человеком. И это плюсы вот этой работы инфотюнера. Вот эта работа называется инфотюнер, то есть инфонастройщик. Мы настраиваем душу, высшее я и сознание, проявленную реальность человека, для того, чтобы он играл по пути свое предназначение. А самое главное, мне доставляет удовольствие, как зажигаются люди. Они как лампочки потом горят. Они столько света вокруг выдают в эфир. Они столько радости выдают людям, что это просто феноменально, когда смотришь на вот это, понимаешь, что ты свою работу выполнил качественно. Вот это суть круга. И я никогда не могу человеку сказать, понадобится человеку круг, понадобится человеку только индивидуальный сеанс. А возможно, понадобится человеку круг и одновременно индивидуальный сеанс. Такая работа тоже есть. Если зацепил, что у человека высшее я с душой в асинхроне, то в данном случае все равно нужен человек, который параллельно будет говорить, что происходит там, когда мы что-то меняем здесь. Понимаете, это такие тонкие настроечные вещи. Ну вот дай бог, что пойдет больше людей, которые обучатся этому, смогут это все проговаривать своими словами, делиться, рассказывать, чтобы это звучало не только из моих уст, потому что вот эта вот часть, уже раскрученная сейчас и отрабатываемая на практике, она просто феноменальна. Я знаю, что пока никто этого не делает, но я знаю, что в ближайшее время появится много людей, потому что эту работу делать надо, потому что она делает людей счастливыми, она зажигает людей, приводит их к себе настоящим и к искренним. А это и есть настоящая магия, магия нашего сознания, магия игры под названием жизнь. С вами была я, Наталья Зайцева.